В этом сезоне химия действительно ощутимо ударила по карманам аграриев. Теперь каждый грамм действующего вещества на счету. Стоимость самих препаратов, дефицит рабочих ресурсов, стоимость оборудования. Это все заставляет аграриев максимально обращать внимание на эффективность, на те технологии, которые они используют. Сегодня мы поговорим о специфике работы с жидкими формами питания и защиты растений. О том, как можно готовить растворы непосредственно в самих хозяйствах. И отдельно затронем важный аспект, такой как экономическая эффективность. Поэтому смотрите наш выпуск до конца, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Уважаемые зрители, хочу представить вашему вниманию управляющего компанией Агростройторг Доронькина Сергея Алексеевича. Ну и сразу же спросить вас, скажите, пожалуйста, когда, в каких случаях, когда и почему жидкая форма внесения удобрений, жидкие удобрения максимально эффективны? Пожалуй, это всегда. Очень простой ответ. Наверное, все-таки всегда жидкая форма удобрения гораздо эффективнее, чем сухая, так как растение преимущественно оставит свой объем питательных веществ, усваивает через корни. А для того, чтобы это была возможность их усвоить, ему нужно переработать то, что оно получает. Ну, ни для кого же не секрет то, что в растении нет зубов, они не жуют, они не перетирают, да, они впитывают. И для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы, например, сухая форма, если мы сравним с сухими, да, она должна была бы раствориться дождевой водой, должна была бы талой водой раствориться и попасть уже в почву. И после этого только лишь попадать в растение. Но в последние годы показывают, что с влагой не всегда все стабильно, вот, далеко не все стабильно. И поэтому жидкая форма сейчас является отчасти панацеей, как раз для того, чтобы получить больше урожаев, получить больше качества, повысить свое качество. Вот. И, опять же, те же самые лесовые подкормки, они тоже очень себя хорошо сейчас зарекомендовали в большинстве засушливых регионов. Вот скажите, если говорить об общих рекомендациях при использовании кассы, какие бы вы могли дать рекомендации нашим зрителям? Ну, тут штука простая, в общем-то, как мы на это смотрим, да, это, если у вас под боком находится производитель касса, вот прямо вот завод у вас рядом в вашем регионе, да, и если вам не нужно далеко транспортировать, если у вас уже имеются большие хранилища кассы, если вы отработали всю технологию его внесения уже у себя, да, то тогда вы просто закупаете там, где вы уже проверили и доверяете вашему поставщику. Если с этим проблема, то есть касса у вас не в вашем же регионе, ну, не у вас же под боком, да, у вас требуются большие инвестиции в хранилище для касса. Если вы работаете не просто вот по классической технологии, да, а вы добавляете серу, вы хотите добавить какие-то еще микроэлементы, хотите добавить фосфор, хотите добавить бор, да, если вы хотите повысить качество урожая, то тут нужно уже готовить специфические свои растворы, именно специфические для себя касса, как по действующему веществу, по его содержанию, так и по составу, вот, тогда необходимо, ну, по сути, единственное решение, действительно, это приобретать оборудование самостоятельно и самостоятельно производить касс. Плюс большая выгода в следующем. Касс в сравнении с внесением действующего вещества в виде сухих гранулированных удобрений, ну, это обычная экономия примерно в 25%. 25% в закупке действующего вещества, потому что, ну, не секрет, что действующее вещество может быть в сухой форме, а может быть, о чем мы говорим, в жидкой. И в жидкой всегда содержится вода, то есть отчасти мы платим, в том числе и за воду, когда покупаем готовый касс. Вот, для того, чтобы это избежать, хозяйство приобретает в сухой форме компоненты, селитру, например, и карбамид, и складывает у тебя, естественно, в хранилище. Может случиться такое, что вдруг пошли дожди, и мы не успеваем внести весь объем кассы, которые закупили, и тогда у нас пересходящие остатки в следующий год могут остаться, ну, довольно-таки приличными. А целый год кассу хранится, ну, как минимум проблематично, нужно постоянно его перемешивать, нужно поднимать, ну, поддерживать концентрацию, выводить его из заморозки, из зимнего хранения, ну... Есть свои особенности. Очень их там много, да. А когда ты имеешь отдельные компоненты, ну, это как и любая домохозяйка, у тебя есть отдельно картофель, морковь, мясо. Я вот почему-то про салат как раз подумала. Вы можете в любом количестве, в котором вам нужно, приготовить именно тот салат, который вы хотите сейчас, который требуете сейчас. Вы знаете, как у хозяйки есть вопрос. Скажите, пожалуйста, а как же правильно-то рецепт соблюсти? Вот есть тонкости в этом отношении? Приготовление? Рецепт соблюсти, в общем-то, просто. Ну, например, с нами. Да, мы, как правило, когда реализуем наше оборудование, мы даем как раз не только кастрюлю в виде нашего оборудования, да, мы даем еще и книгу рецептов, которая позволяет приготовить необходимые питательные смеси. Мы прям даем конкретные рецепты под зерновые, для масличных, для свекловодов. То есть под разные культуры мы даем прям конкретные рецепты и системы питания. Понятно, что у всех свои климатические какие-то условия, да, есть по уровню влаги, по гумусу, так, почва отличается, да. И вот под все эти моменты есть определенные корректировочки, и наши агрономы, партнеры, в том числе наши, они очень успешно консультируют и помогают аграриям получать необходимые результаты. То есть не только вот та самая стандартная история может быть применена, а именно персонификация происходит, да, такая, к каждому хозяйству уже отдельный подход, да? Да. Плюс у нас есть волшебная кастрюлька, о чем мы уже с вами говорим, да. Есть новый вид оборудования, который мы выпускаем. Это оборудование абсолютно нетребовательно к качеству исходных компонентов. То есть аграрии могут покупать некондицию, могут покупать слежашееся сырье. И для нашего оборудования это, ну, вообще не проблема. Вообще не проблема. То есть оно перерабатывает все, что угодно. Как недавно наш один из клиентов сказал, говорит, что я в этом году отработал так, что я вместе со щебенкой грузил карбамид, и оборудование с этим справилось, ну, ура, и никаких проблем не возникло вообще. Ну, скажите, а что же тогда влияет на эффективность действия препаратов? Ну, со щебенкой это как-то так себе все же. Но, тем не менее, по-разному бывает. Что влияет на эффективность действия? На эффективность действия влияет именно процесс приготовления. Если мы своевременно, да, выдерживаем все технологические процессы во время производства, например, того же самого касса, да, либо какого-то более сложного комплекса удобрения, вот, то мы получаем необходимый результат. Если мы выдерживаем температурные диапазоны, мы выдерживаем временные диапазоны по перемешиванию, ну, мы получаем то, что мы хотим. Ну, это же идеальная картина, скажем так, ведь всегда же в процессе приготовления есть определенные отклонения. Вот на что стоит особенно обращать внимание в этом нелегком процессе? Или легком все-таки? Здесь, как всегда, это все-таки культура производства, но наше оборудование в отношении персонала, эксплуатирующего его, не сильно перехотливое. То есть, ну, как мы говорим, что если человек умеет пользоваться калькулятором хотя бы, да, то есть он в цифрах разбирается, он уже может работать с нашим оборудованием, первое. Второе, этот человек просто должен, ну, ограничить, скажем, попадание каких-то частей его тела туда, где горячо, да? Ну, как то же самое, как ребенок, да, чтобы он не сунул руку в кастрюльку, пока там мама варит суп. Больше у нас, ну, нет каких-то проблем с этим, опять же, учитывая то, что нашим оборудованием может эксплуатироваться всего лишь один оператор, то есть тут проблемы с человеческим фактором сведены к минимуму. Скажите, пожалуйста, мы сейчас с вами говорим о том, что, ну, вот у нас уже есть некое оборудование, которое установлено, с которым мы работаем. Вот как это оборудование устанавливается, как долго в момент процесс эксплуатации все это вводится, как долго обучаются люди, которые потом будут этим оборудованием пользоваться? Обычно наше оборудование приезжает модульно, то есть это готовое оборудование, либо какой-то готовый элемент узлов, вот как здесь сейчас рядом находится с нами смешивающий растворный узел. Этот комплекс полностью собирается у нас на производстве, потом разбирается. И уже приезжает в хозяйство таким образом, в таком составе, чтобы его можно было смонтировать за два дня. Ну, максимум два дня, и чтобы можно было уже запустить это все в работу. Да, под это требуется определенная площадка подготовить ее, залить бетонную площадку, возможно, там дорожными блоками что-то выстелить и так далее. Подвести коммуникации, воду, электричество, ну, для того, чтобы было нормально все это. Провести подготовительный процесс. Да, хорошо, то есть к этому моменту, как только мы подготовили площадку, мы привозим оборудование, в течение двух дней мы его запускаем. Да, мы его запускаем и тут же обучаем операторов. Как показала практика, очень часто хозяйство хотят задержать этот процесс ввода в эксплуатацию, опять же, в связи с тем, что не всегда два-три дня это достаточно для того, чтобы обучить человека. Как пользоваться, как использовать все нюансы, как его максимально эффективно использовать в нашем оборудовании. Ну, мы, собственно говоря, поняв эту историю и прислушившись к пожеланиям наших потребителей, мы сейчас сделаем следующим образом. Мы поставляем наше оборудование, как мы говорим, вместе с человеком. То есть, поставив наше оборудование, произведя в него пуск, обучение, мы предоставляем в хозяйство еще человека, оператора, на одну-две недели. Ну, тут все зависит по договоренности. И человек работает уже непосредственно в сезон обработки, и непосредственно в этот промежуток времени работает с новым оператором. За это время они проходят вот все, что они могли. Все стадии, которые... И человек непосредственно в хозяйстве, кто теперь эксплуатирует, он перестает бояться. Чаще всего они боялись, а вдруг если я этот кран открою, что произойдет? А вот если я сюда нажму, сломаю я его или не сломаю? Я лучше ничего не буду делать. Складывают ручки и опасаются. И ничего не делают. Ну, мы уже это поняли, что говорим, лучше уже... Ну, вот вы знаете, ведь проблема с человеческим фактором и с кадрами для сельского хозяйства – это одна из ключевых проблем. Вот на вашем опыте, когда меняется, вдруг меняется, были ли такие истории, когда меняется человек в хозяйстве, хозяйство уже готово оперативно, самостоятельно эту штатную единицу обучить, чтобы не было прерывания цикла? Или вы еще раз приезжаете, обучаете нового человека? Тут все зависит, естественно, как и в любой должности, каким образом проходила смена этого ключевого сотрудника. Вариантов же тут два, да? Ну, понятно, да, передачи можно. Вот он сегодня был и завтра его нет, и теперь новый человек, поэтому он никакие знания не передал, никакие регламенты не передали, да? И вариант второй, когда это плавно переходило. Вот при втором варианте чаще всего не требуется приезжать никому. При первом варианте по запросу мы можем, естественно, приехать, либо наши дилеры могут приехать провести это дистанционное обучение. Ну и мы сейчас запустили у себя образовательный курс для операторов, то есть это видеоматериалы, загруженные на платформу Unicraft. Поэтому удаленно можно абсолютно из любого региона, из любого места, где есть интернет, посмотреть ролики, выполнить определенные задания тестовые и так далее, и так далее. И, собственно говоря, человек уже понимает, как ему эксплуатировать данное оборудование и как ему добиться необходимых результатов. А вот про то, что дефицит, скажем, с рабочими руками на селе, это да, это было. И, собственно говоря, именно поэтому у нас большой ассортимент растворных узлов и появился. А в этом году отчасти обострилось в связи с нынешней ситуацией, стало рабочих рук еще меньше. Наше оборудование позволяет высвободить, например, в период химообработки, в период защиты растений, высвободить каждый третий опрыскиватель, как минимум, а то и каждый второй. Вот тем самым мы освобождаем каждое второе звено рабочих рук, мы освобождаем каждую вторую единицу, это опрыскатель, либо опрыскиватель с трактором в связке. Тем самым хозяйство может либо таким же количеством орудий, как оно обработало до приобретения нашего растворного узла, обрабатывать в два раза больше, либо просто сократив количество оборудования, которым они производят оборудование, ну, те же самые опрыскатели, производить обработку и защиту в те сроки, в которые они привыкли. Ну, а это, помимо, собственно, истории с тем, что мы обезопасиваем себя с точки зрения того, что человеческий фактор и люди, мы же еще экономику здесь очень сильно выправляем. По сути, получается, мы с каждой, даже просто смешивая растворы на растворном узле, готовя растворы для опрыскивания, то с каждой тысячи гектар мы экономим минимум 270 тысяч рублей. Ну, откуда это берется? Для того, чтобы заправить опрыскиватель, нужно человеку взять канистру, открыть, отмерить что-то, залить это в опрыскиватель, и это несколько препаратов. Потом 15 минут нужно еще это перемешивать. А перед этим еще и вода заливалась несколько минут. В общей сложности получается так, что мы заправляем опрыскиватель 40-45 минут, а при этом опрыскиватель работает 40-35 минут. И оказывается, что технический простой, это как минимум половина того времени, которое могло бы ходить на обработку, с помощью нашего оборудования, это занимает теперь 7 минут. 4-7 минут. А это в период технического простоя, ну, ни один оператор не сказал, так, технически простой, зарплату мне не считаем. Ну, он и не должен сказать, это естественно. Налоги с фод у него меньше не становятся. Опрыскиватель, либо трактор, он как тарахтил, так и тарахтил, для того, чтобы насосы работали. Это ГСМ, это амортизация. И тем самым мы получаем минимум экономии 270 тысяч рублей с каждой тысячи гектар, а то и больше. Все зависит от того, какая у вас стоимость опрыскивателя. Если он самоходный, его 30 миллионов он стоит, то здесь у нас уже под миллион корячится. По видам растворных узлов, какие они бывают по назначению, скажите? Ну, мы, пожалуй, даже без лукавства и излишнего какого-то пафоса, скажу, что мы производители, которые имеют в своем ассортименте все виды растворных узлов, которые существуют в природе, для работы по незащищенному грунту. То есть у нас есть мобильное оборудование. Это оборудование, как правило, эксплуатируется для подвоза рабочих растворов. Либо для приготовления этих самых рабочих растворов и питательных смесей на удаленных полях. То есть если ваше поле от центральной точки, где мог бы стоять стационарный растворный узел, дальше, чем в 40 километрах, то эффективнее уже использовать там мобильное оборудование. Да, у нас остаются, скажем так, возможные негативные факторы. То, что это человеческий фактор при дозировании средств защиты растений, то, что это происходит ночью, это происходит, видимо, далеко. Иногда препараты теряются, не доезжают до поля. Иногда случайно, иногда намеренно. К сожалению, этот факт существует. Но я думаю, что это не зависит от того, какую форму мы обсуждаем. Правильно же? Нет, не зависит, но при этом, имея стационарный растворный узел где-то у тебя на площадке, эта проблема нивелируется. Она как минимум ограничивается территорией службы охраны вот именно на этом участке. У нас есть стационарные растворные узлы. Стационарные растворные для смешивания. То есть в этом растворном узле можно будет растворить карбамид, ну то есть какие-то еще микроэлементы, для того, чтобы сделать лицевую подкормку. В это же время туда же добавляются средства защиты растений, тем самым мы получаем баковую смесь и сразу одним раствором за один проход мы и кормим, и защищаем. То есть вот это самый распространенный, пожалуй, вид растворных узлов, которые сейчас у нас приобретаются. Следующий тип растворных узлов – это узлы для приготовления жидких удобрений. КАС, ЖКУ, всевозможных форм. У нас есть оборудование именно сосредоточенное, которое целенаправленно эксплуатируется в целях производства КАС, оно прямо под это заточено. Есть как раз растворные узлы, на которых можно готовить любые смеси питательные. Ну и второе, точнее уже третий вид стационарных растворных узлов – это узлы автоматического дозирования средств защиты растений. Это узлы, которые позволяют полностью устранить проблему с ошибками при дозировании средств защиты растений, полностью устраняют проблемы с ожогами, либо «Ой, у нас раствор не сработал». Полностью позволяют автоматизировать учет расхода средств защиты растений в разрезе по каждому полю, по каждой культуре. А это автоматизированная система, которая сама забирает по заданному рецепту агронома средства защиты растений, сама смешивает и уже выдает транспорт с таким-то номером, с таким-то водителем и так далее. И это все автоматизировано через накладную, плюс это можно интегрировать с 1С, мы получаем полностью колпак, который закрывает эту проблему. Ну и, собственно говоря, проблемы с хищением, они тут же устраняются. Скажите, пожалуйста, вот что касается потенциала рынка, насколько он готов расти, и вот есть ли уже те результаты, которыми бы вы хотели поделиться от ваших клиентов? Рынок все-таки большой, учитывая, что мы производим это оборудование, поставляем его по всей России, в том числе за ее пределы. Сейчас порядка, пожалуй, 25% хозяйств, которые имеют у себя в арсенале растворные узлы. Большинство все-таки пока еще работает по привычной им технологии, по привычной, по наработанной схеме, и сейчас автоматизацию все больше и больше, конечно, предприятий идет. Опять же, ну как мы с клиентом обычно работаем, мы не говорим, что ему обязательно нужно купить максимум всего, что у нас есть и самое дорогое. Мы ему рекомендуем, мы именно под клиента просчитываем его необходимые мощности, мы именно под клиента просчитываем, исходя из того, какие культуры он выращивает, как у него далеко находятся поля, сколько у него обработок, какие у него культуры, как он, система питания, как у него система оборот, мы ему рассчитываем, с чего лучше всего его начать. И как мы говорим, что лучше вы сейчас начнете с какого-то минимума, и пусть вы на этом заработаете дополнительно денежные средства, потом вы их инвестируете. Да, конечно, опять же, наше оборудование модульное, его можно всегда, как лего, дополнять-дополнять и получить в итоге максимальный эффект, добрать его всем, чем вы хотите. Поэтому это не просто разовая продажа, это все-таки проект, это проект, который может приносить все больше и больше результатов. Клиенты в Башкирии, серьезные стекловоды, они уже с 17-го года используют наше оборудование и неоднократно подтверждали то, что получили прирост в 15% только лишь за счет того, что они стали обрабатывать вовремя средствами защиты растений свою культуру, и исключили вот этот фактор, что средства защиты растений уезжают в поля. А прирост они получили в чем? Это урожай? В урожае. То есть помимо того, что у нас есть экономическая выгода внутри, которая есть, плюс еще и урожайность повысилась. То есть там, скорее всего, там не 15%, а если экономику считать, рубль если считать, то больше. Правильно? Скорее всего, да. Да, здесь урожай именно в тоннаже, тут все зависит, естественно, от цены на продукцию, которую они вырастили. Но, тем не менее, эффективность чисто в массовом. В тоннаже. Плюс, когда предприятие использует жидкие формы питания, они повышают качество. А каждый процент сахаристости – это дополнительные миллионы рублей. То есть вы получаете тот же самый тоннаж, у вас те же самые обработки, затраты те же самые, просто максимум добавляется изменение технологии. А при этом вы получаете суммарно приличную выгоду. Чаще всего, чаще всего, наше оборудование окупается в первый же год. Это очень важное, кстати, замечание. Спасибо огромное, что вы об этом сказали. Срок окупаемости. Вот вы говорите о том, что поставки идут по всей России, везде используют. Есть у нас южные регионы, где тепло, есть у нас северные регионы, где достаточно холодно. Вот скажите, пожалуйста, как подготовить оборудование к зимнему периоду? И если можно, вот в формате делай раз, делай два, делай три. Для того, чтобы оборудование перевести в режим, скажем так, зимнего хранения, нужно самое простое, что нужно предпринять – посмотреть инструкцию, в которой подробно все это описано. Если просто объяснять на пальцах, то нужно слить из всех насосов жидкости, нужно будет повернуть под 45 градусов все шаровые краны, ну и выключить из розетки систему питания шкаф. Все. Когда хозяйство начинает работать с зимы, для того, чтобы подготовиться к ранней весенней обработке, для того, чтобы обработать кассом померзнуталому, например, это можно производить и в зимних условиях. Для этого всего лишь достаточно, ну, чтобы был навес какой-то над оборудованием, и выстроить режим работы круглосуточный, для того, чтобы раствор не оставался в ночь, в морозы, чтобы он постоянно циркулировал и работал. Тогда это не создаст никаких проблем. А с какой температуры, вот минимальная температура работы какая может быть? Ну, в Казахстане, например, мы сталкивались с тем, что при минус 23 запускали оборудование. Да, первый пуск, конечно, был с специальной жидкостью, ну, типа тасола, для того, чтобы прессовать это оборудование, проверить. А в дальнейшем уже запустили, раскочегарили оборудование, и оно работало с минусовых температур. Да. Но здесь очень важно не прерывать производственный цикл. Если предприятие не уверено, что такое возможно, если есть какие-то перебои с электроэнергией, например, да, либо с подачей воды, ну, нет в этом уверенности. Лучше, конечно, не начинать. Оно позволит произвести в необходимый промежуток времени то, что вам нужно и в необходимом количестве. Достаточно держать запас жидких удобрений трехсуточный. Ну, как мы говорим, то есть даже если у вас отключат электроэнергию, либо что-то произойдет, и в вашем... Ну, вот этот участок не будет работать в течение суток или двое, ну, вы не прекратите свою химобработку. А обычно надо вот за этот промежуток времени все эти проблемы улаживать. Устраняются. А вот все же я немножечко вернусь к вопросу температур, низких температур. Важный вопрос. Скажите, а были ли прецеденты, когда все-таки замерзал, и что в этот момент происходит, и как с этим быть-то? Ну, вот что-то случилось. Мы производим наше оборудование максимально, используя отеческие комплектующие. То есть у нас в стране много качественных комплектующих, которые можно взять и установить их в наше оборудование. Даже если что-то произошло, механические повреждения, ну, так сложилось, что-то забыли, не сделали, всегда можно будет купить в любом крупном магазине районного центра элементы, которые позволили бы заменить. Если это специфический какой-то насос, либо это специфические датчики, они всегда у нас в наличии на складе. Можно будет либо от нас их приобрести, либо, опять же, мы никогда не делаем секреты из того, то, из чего мы произвели, как это работает. У нас нет секретов от наших потребителей. Поэтому мы можем либо сами отправить по заказу, либо мы можем сказать, слушайте, вот завод-производитель, можете обратиться к нему и приобрести у него, если вам будет это удобнее и дешевле. Мы не стремимся зарабатывать на том, чтобы мы продадим информацию. Мы вот-вот-вот с каждого человека получим по копеечке, по две копеечки и обзовет им это секретной технологией. Нет. У нас простые законы физики работают в нашем оборудовании, и мы всегда о них. Физика, химия, больше ничего. И вы все они готовы рассказывать, да? Да, мы всегда готовы поделиться, рассказать. Ну что ж, уважаемые зрители, я думаю, что много может возникнуть вопросов. Обязательно пишите их в комментариях. Мы непременно переадресуем эти вопросы компании Агростройторг. Обязательно, вернее, даже так, не то что обязательно. И очень надеемся, что вы на них ответите нашим зрителям. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...